Берем. Вся семья у нас пьет, даже Дэвид. Отлично. Джонечка, любимый Чириус. Две такие огромные упаковки. 8,39. Смотрите, какие громадные. Я там не покупаю маленькие, а это family size, наверное. Ну да, выгодно. Я вам сегодня коска поснимаю побольше, потому что у меня Джончик сегодня командует парадом, и мне легче. Так, это другая водичка, ребят. Тоже минеральная, но не нравится ему, хотя скидка хорошая. 13,49. Дэвид у нас молодец, помощник. Курточки неплохие, смотрите, серенькие, зелененькие и черненькие. Что у нас тут из обуви? За 30 баксов вот такие кроссовки Puma. Очень даже. Но я Puma не люблю. А Джон любит Adidas. Ботинки. 28 долларов. Опять же, я такие как-то вот не ношу и не носила. Ну да, вот, пожалуйста, обычные американцы покупают одежду в Коско. Вот девушка меряет курточку. В принципе, бывают вещи хорошие, ребят. Так что не надо смеяться там. Вот в Коско там что-то купили. А чё? Что-то в Коско, что-то в бутике. Кстати, ботинки хорошие для мальчиков, да? Смотрите. Стоит-то 17 долларов всего лишь. Носочки Кельвин Клайн. Тоже для мальчиков. Скидка хорошая. 10 долларов. Надо Джончику сказать. Смотрите, какие носки. Когда Дэвид занят, Дэвид решил показать новую куртку. Ну, смотрите. Платье. You like it? Хороший вот размер 7-8. That is there. Okay, take it off. Видите, какой не хочет, не хочет. Даже жарко. Мне нравится. Yeah, that's a lady's. Не нашёл свой размер, ребят. Расстроился. В общем. Yeah, this is why I don't like Puma, too. They are kind of, you know. Видите, Джону тоже Puma не понравилось. Ну, какие-то вот они неудобные. Они красивые, но неудобные. Ну, в всяком случае, для меня. Мы на кассу. Народа очень много. Слушайте, а что тут даёт такое интересное? Что это? Колбаски. Ну, вот такая очередь на самообслуживание. А другие очереди ещё длиннее. Пока мои там в очереди, ребят, закажу пиццу, хот-дог, ещё что-нибудь. Выдали мне, ребят, чек. Мой номер 125. Вот надо стоять и ждать. Куда они позовутся? Я взяла пиццу и хот-дог для Дэвида. Кстати, мои мальчики на кассе стоят. Всё, три пиццы и хот-дог. Ну, вот и всё. Выходим. Дали нам бесплатное пепси. С пиццей, с хот-догом. Хорошо, что дождя. Такая пицца горячая, ребят. Нереально. Запах обалденный. Взяла три штучки. Да. Красотища. Это мои на ужин. Я, конечно, такое не ем. И хот-дог. Хот-дог Дэвид любит. Смотрите, какой. Хорошие сосиски они используют. Для джончика Чириус. Это мюсли. Ему очень нравятся. Они мультигрин. Хорошие. Дэвиду взяли креветки. Но я, наверное, тоже с ним съем. Единственное, я люблю их обжаривать. На сковородке. Мои любимые печеньки. Ну и курточка. Вот такая для Дэвида. Отлично. Кстати, осталось три куртки. И они сегодня-завтра уйдут. Просто супер. Смотрите, какая еще сверху такая. Не знаю, как это сказать. Аппликация или что-то такое. За все, ребят, заплатили 160 долларов. Джончик уснул. Устал. Бедолажечка. А Дэвид сидит домашку делает. Ну и я решила тоже кофеечку выпить и с вами поболтать. Официант, который нас обслуживал, оказывается, женился на русской девочке. Причем girlfriend, ну предыдущая девочка, была тоже русская. Первый ребенок не его. Он говорит, когда они познакомились, у нее был мальчик годовалый. Но мальчик даже не догадывается, что это не его отец. Он говорит, мы когда куда-нибудь идем, все говорят, ой, как вы похожи. Вот. И у них девочка еще и мальчик. Девочка, говорит, очень похожа на маму. А мальчик вот тоже похож на него. Ну, очень приятный молодой человек, такой обходительный, симпатичный. Сказал, что ему 36 лет. Конечно, учить русский язык очень тяжело. Но парочку слов он сказал и сказал, меня зовут Джимми. Забыла спросить ее имя. Ну, может быть, она меня и смотрит. Ой, ребята, девчата, так время бежит. Это ужас какой-то. Вот седьмой час, смотрите, уже темнеет. С Дэвидом занимались вот вместе. Сначала я, потом Джон читал с ним книжки. Наршук, конечно, отлично подошел. Просто супер. Ну, в общем, надо подумать. Кстати, вчера вечером Джончик спас меня. Where are you? Пикает здесь. Спрятался. I'm seeing a story yesterday. You saved me. A great shopper. А, окей. Короче, ребят, я сижу вечером на кухне, там что-то читала. И знаете, вот этот вот... Ну, вот такой... И, короче, кто-то стал тут трещать. Так громко, вы себе не представляете. Я вот так подошла, искала, искала. И вот здесь вот на тарелке я увидела вот этого крикета. Он такой отвратительный. Побежала к Джону. Он в офисе там фильм какой-то интересный смотрел. Я говорю, Джон, спаси меня. Убери вот этого жука. И он открыл вот это окно, завернул его в пепи-таус. В общем, як. И выбросил его на улицу. Причем он и на улице там свистел. Представляете? В общем, да. Это как он слышит мой русский. Смотрите-ка, друг мой пришел. Да, выкопала вчера отсюда цветы. Че сидишь здесь? Меня ждешь? Ну, дает. Ну, дает. Меня ждет. Так, аккуратней там, не свались. Теперь все время контролирую эту дырку. Видите, подрос. Такой у него зад отрос на моих харчах. Где ты там? Вон он. Он приколист. Давай, поговори с нами. Нет? Да, Эдс. Кост у него красивый. Кост у тебя красивый. Белый. Кост у тебя красивый. Чего? Холодает? Ну, да. Я знаю. Подрос. Жирненький такой. Смотрите-ка. Был малышек-малышек. Да, дина трава вкусная. Я знаю. Ее тут косит, удобряет. Темнеет. Буду работать. С вами я прощаюсь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.